Валентина Матвиенко Но будет время, в 25-м году будем говорить только по-русски. Александр Антонович, у нас без законодателей все очень деградировало, как мы могли понять. Но знаете, что меня однажды удивило? Что вы знаете все эти хаги-ваги, киси-миси, и сегодня вы говорите про субкультуры. Так деградирует у нас молодежь все-таки или нет? Она не деградирует. Она тоже и свой язык расширяет за счет вот этих новых слов и хаги-ваги, и миси-писи, и прочее. Она его, видите, в чем я вижу? Она этот язык упрощает. То есть старается его вот от императоров, которые там владеют многими языками, свести на... Ну вот на язык я боюсь вот элочки-людоедки. Понимаете? То есть у них словарный запас очень беден. У детей? Но они, да. Но они общаются. И этот вот бедный словарный запас, они не только в устной речи, не только в общении, но и вот в социальных сетях, прочее. Я о синтаксисе вообще молчу. Какие там запятые, какие там двоеточие и многоточие? Вы вспомните фильм «Весна на заречной улице», да? Ну, многоточие, фильм заканчивается. Даже там проводился русский язык. Вот нам надо стараться вот так. А смотрю, я все смотрю. Я знаю. Ну да, да. И вас тоже. И вот в современных этих сериалах бесконечных, особенно про бандитов и ментов, ну вот... Это популяризация? Да, мы заулыбались, конечно. Да. А эти аккорды с одесского кичмана бежали три. Ну у нас что, другого нет? У нас же язык-то русский могучий, вечный. Если я ошибусь, филологи меня поправят. Вот смотрите как. Пошел мелкий снег, и вдруг повалил хлопьями. Ветер задул, сделалась метель. О, Пушкин, да? Вот язык. Это вам не кичман. Ну, то, что вы назвали, это скорее не молодежные субкультуры, да? Используют вот эти все песни. Вот. А я заступлюсь за молодежный язык и подростковый. Как раз он демонстрирует, насколько гибкий может быть русский язык, и насколько органично он может включать в себя иностранные корни. Дело в том, что когда слово осваивается в русском языке, иностранное, оно... Вот его корень заимствуется, и обрастает потом всякими приставками, суффиксами, начинает склоняться, спрягаться и так далее. То есть оно становится русским. Ну, вот, например, возьмем слово спойлер. Во-первых, как по-русски это сказать одним словом. Ну, не будем сейчас. Может быть, потом вернемся. А есть чудесный глагол спойлерить. Ну, то есть выдать. Это спойлер. Ну, во всяком случае, абсолютно русский глагол, построенный по модели русского языка, русской грамматики. То есть можно сказать, что русский язык его скушал? Его скушал. Дело в том, что он приставками. Он приставками тогда тоже сказал. Да, окейшки. Ну, вот скажите, Леонид Витальевна, да. Можно проспойлерить, можно и так далее. То есть приставки, корни, приставки, суффиксы, они к этому корню приставят. Добавляем архемы, мы делаем слово русским, получается. Да, конечно. Леонид Витальевна, вы школьниками в любом случае много, сильно и основательно. У них есть свой язык. Есть. Который не нравится родителям. Вот у меня редактор, которая сейчас сидит, она мне в ухо кричит, спроси про нра, про лю, про краж, про кринж. Ничего не могу понять. Что моя дочка хочет сказать? Я могу открыть ее переписку в телефоне и никакой информации, кроме запятых точек и каких-то букв непонятных. А это плохо. Они свой язык придумывают. Шнурки в стакане, это еще в 70-е годы было. Конечно. Ну да. Сейчас они там лю, у меня, ба, я тебя лю. Это мне внук говорит. Чу, чувствую. То есть он по-своему вообще нормальные слова коверкает. Это все пройдет. Это как ветер, все пройдет. Но подростки, вообще дети, они должны видеть, слышать образец прекрасной, красивой речи. Мы-то выросли. Почему мы так говорим? Потому что мы это слышали. А им, бедным, неоткуда услышать вот этот образец красивой литературной речи. Правильно. Я, знаете, тоже прочитал такое мнение. Неплохо, что дети это придумывают. Неплохо. И пусть они придумывают. И им как раз важно, чтобы родители их не понимали. Дайте им посуществовать в собственном мире. Не обязательно вам в него вмешиваться. Не обязательно навязывать свои взрослые. Все же говорят, а где язык Достоевского? А зачем ребенку разговаривать языком Достоевского? Сложными этими. Или языком Булгакова, когда одно предложение на целый абзац и много-много-много-много запятых. И мы сами в жизни никогда не говорим сложными предложениями. Мы читаем это с удовольствием. Мы читаем и получаем удовольствие. Я не спорю. Дмитрий Владимирович, я скажу по-простому. Да все мы это понимаем. Основа вот этого закона идеологическая. Хорошо. Это влияние времени. Время изменится, и все пойдет так, как надо. Вера Владимировна, я посмотрел, у вас много трудов о влиянии Алексеем, в том числе и на детей. Мать, природа. Правда ли слова и восприятие ребенка этих слов как-то сильно влияют на его жизнь? Если мы говорим, ну, мать, природа, или там, или лю, кринж, это сопоставимые? Так, значит, давайте к этому вернемся. Вот я, наверное, так скажу, вы сказали, что есть такие вот вкусные слова, да? Да. Да, вот здесь, наверное, больше о том, какое слово, вот, исконно русское, ну, например, да, благодать, хлебосольный, гостеприимный. Вот оно меня трогает больше, да, или иностранное слово. Я его услышала, я его понимаю, я его знаю, я его употребляю. Вот это, то есть в какой среде, в какой культуре, что я впитываю, да, с молоком матери, ну, на уровне, да, песен, ее рассказов, сказок. Действительно, я занималась языком ребенка очень глубоко, этим и детство. Все из детства, безусловно. Вот, ну, и, наверное, здесь, вот, прежде всего, я на произведениях рассматривала это и современного ребенка. Конечно, все-таки я о том, что смыслы, наверное, в тех вот русских словах, они такие глубоко ментальные. Вот я об этом. Я в этом плане вспоминаю слово доброволец. Были, были волонтеры. Да. Я ничего против этого слова не имею. Оно мне нравится, потому что это целое движение. Были тимуровцы. Волонтерское движение. И вдруг мы в один день решили, а надо срочно добровольцы. И это сложная машина, которая... Вы меня опять остановите? Не, не знаю, не буду. Я объясню, это вызовы. Нет, я понимаю, что это вызовы времени, безусловно. Но вот да, вот это самый яркий пример, который мне сразу в глаза бросился. Добрая воля. Давайте я скажу по детям. Дети бегут от казенного языка в свой мир, в свою субкультуру. Казенным языком мы можем такого наворочать. Можно я здесь еще продолжаю разговор наших коллег? Здесь детское словотворчество. До какого-то момента ребенок, он придумывает свои слова. Потом, правильно, у нас появляется жаргон, появляется сленг. Это тоже определенный этап развития ребенка. Это все временно, это где-то дань моде, это проявляется и в одежде, это проявляется в его поступках, это проявляется в его лексике. Но если ребенок еще черпает какие-то ресурсы и слышит вот эту прекрасную русскую речь, он формируется правильно, он от этого отойдет, все это как-то будет само собой. То есть он и знает жаргонную и сленговую лексику и общается со своим кругом так, но он и знает прекрасные русские слова. И вот когда, меня это очень радует, я понимаю, что это развитие ребенка, когда мы читаем вот даже работы детей, на конкурсы они что-то присылают, ты видишь, как виртуозно ребенок владеет русским словом. При этом он может знать и жаргон, и сленг, и придумывать какие-то свои слова, да, казиональные. И при этом он очень хорошо знает русский язык. Смотрите, не эти дети первые, не эти дети последние. Давайте вспоминать о том, что у нас были слова там «баска», «зыка», ну в нашем вот это, «махач», «гопники», «нефоры», «фонарь», «кент» и прочее. Устарело. Это устарело. Они этот слой взял и неожиданно ушел. А сколько, вот Наталья Владимировна, знаете, сколько они существуют, эти слова? Почему вот мое поколение эти слова знал, знали, да? А я говорю, вот «баска», ну вот это такое странное, очень непонятное слово. Красиво. Или «зыка» вообще не могу понять. Одно поколение, видимо, цикл жизни таких слов, это одно поколение, потому что есть действительно потребность в подростковом возрасте отделить своих от чужих. Чужие – это старшие. И кого вероятность, что вот эти вот кринжи, краши… Они уйдут. Скорее всего, да, скорее всего, уйдут. Как дань моде. Батл какой-нибудь, кто его сейчас помнит. Ну «баска»-то, это вообще-то старинный русский корень. Ну да, а вот батл… Баской. Здесь, наверное, опять тоже, смотря какой контекст, посмотреть семантику, да, слово, да. Я и хотела сказать, если только в другой ситуации. А сложно сейчас с детьми разговаривать? Ну, они меня понимают, естественно. Они, знаете, они понимают, что надо правильно. Что вот я учитель, они от меня ждут правильной речи. Конечно, они не терпят, когда я там что-то могу. Ну, я и не говорю так. И с уважением относятся. Я вот, ну, в школе, помню, такая ситуация была. Я только пришла в новую школу, и дети при мне на перемене начинают, они не матерятся, но, знаете, вот близкие слова к этому. Я говорю, это слово не литературное. Извинись, пожалуйста. И вот так. Ну, это надо вежливость. Это надо вот именно таким тоном, таким голосом. Иначе никак. Так, поначалу так повернулись, посмотрели. Я думала, я не перешибу это. Вы знаете, месяца три, полгода, и все, и потом. А нам, учитель химии, вообще она сама с нами так разговаривает. И тут учитель химии написала заявление, да? Вот, знаете ли. Вот, знаете ли. Поэтому. Давайте я еще приведу одно мнение лингвиста Максима Кронгауза. Четкие границы языкового стандарта в последние десятилетия постоянно размывались. Очевидно, что язык романов и язык смс-ок не могут совпадать. В любом случае, существование различных вариантов или регистров языка делает его богаче. Правда, при умелом и уместном их использовании. И давайте напоследок опять свяжемся с нашей гостьей из Москвы. Скажите, у нас программа называется «Вечерний хэштег». Нам что дальше делать? Оставлять это название или срочно придумывать новое? Как вы думаете? Вы знаете, я не смотрела в соцсетях, предлагались ли какие-то народные синонимы к этому, потому что, например, то, что сейчас называется «мелезиобуком» и «мелезиограммом», то есть там тоже как бы переводили, например, как «морда книга» или очень любят это компьютерщики перевести интерфейс. Это «междуморде» на сленге компьютерных мастеров наших айтишников. Хэштег я, честно говоря, не видела. Кажется, оборвалась у нас связь. Но хэштег – это такая вещь, которую изобрели не мы. Она к нам пришла из всемирной сети, точно так же, как и компьютер, точно так же, как и имейл, который мы употребляем. Мы пишем это латиницей, хотя можно писать и по-русски, и «мейл». Вот пишется так, без дефисов, в одно слово, это кодифицированное уже написание. Это, конечно, останется. То есть то, что к нам приходит, и у нас не было своих отечественных аналогов для обозначения, оно остается. Спасибо большое. Весь эфир с нами на связи была Ольга Северская, ведущая научная сотрудника Института русского языка Российской академии наук и автор YouTube-канала «Говорим по-русски». Давайте посмотрим, как наши подписчики ответили на вопрос про то, что все-таки делать с русским языком. Итак, 8% обязательно штрафовать за наружение, 13%, ну почти 14% полный кринж и ролл, ответили, 31% нет, язык сам избавится от ненужных слов, и 46,5% сказали, что нужно все-таки его защищать, но без фанатизма. Надеюсь, так и будет. Спасибо большое всем гостям, которые сегодня были в студии. Мне уже говорят, что часто закончился, а я бы еще с вами часа два просидел. Знаете, что хочу вам сказать? Мы часто говорим, что являемся наследниками великого пушкинского слова. Ну, того, что льется как река, того, что прославляет родную речь в веках. Но сам Александр Сергеевич первые свои стихи писал на французском. Его же предпочитала повседневная жизнь, и это ему ни в коей мере не помешало стать великим русским поэтом, который так много привнес в формирование языка. Не думая, что слова кринж, краш или кэшбэк сделают вас меньшим патриотом. Если есть должное воспитание и осознанность. Это была программа «Вечерний хэштег». В студии работал Дмитрий Чашков. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова